Alex Monk Classic Games представляет Итак, всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала С вами Алексей и канал Alex Monk Classic Games И сегодня я вам покажу живой летсплей по игре Super L1 От любимой моей тайваньской компании Super Game Которая и сделала этот замечательный 8-битный порт С 16-битной игры на Sega Mega Drive Genesis 8-битный порт получился отличный Но, к сожалению, всего уместилась половина сюжета Потому что вы прекрасно знаете, как на совесть работают супергеи Как они пытаются максимально перенести контент с 16-битки на 8-битку А место, конечно же, 8-битного картриджа более ограничено, чем 16-битного Посему мы имеем всего половину сюжета Но не стоит нанувать, я считаю Давайте сейчас посмотрим игру Игра у них получилась просто прекрасной И сейчас вы в этом убедитесь Погнали Вот она, одна из моих любимых заставок Super Game Я нашел одну из моих любимых игр в Super Game Это Аладдин Именно самую первую версию с классическим лоббиотипом Как из мультфильма Итак, вот Жук Скоробей Тоже отличительная особенность первой версии этого порта Во второй версии порта там кадр из Принца Персии Где визирь Джафар склонился над Принцессой Который должен спасти Принц Персии А здесь в первоначальной версии должен быть именно Жук Скоробей Вот, экран полностью скопированный С версией Аладдина на Sega Mega Drive Обозначение поворапов Некоторых из них нет Вот, например, Абу бонус леял Видите, сверху посередине Никакого бонусуровня с Абу здесь нет Но остальное в целом вроде все есть Итак, сюжет в Агробе В стране песка и ветра Молодой парнишка по имени Аладдин Пытается выжить Бедный босяк, скажем так Визирь Джафар намеревается захватить трон Свергнуть Султана и самому править Агробой Но для этого ему необходимо найти магическую лампу Которая распрятана в пещере чудес На этом начинается история Темной ночи Джафар долго мне говорит еще этим заниматься Я говорит устал уже бегать Замолчи, Яго Нам необходимо найти пещеру чудес А, говорит, молодой вор Вот он-то нам и поможет Необходимо доставить его во дворец Итак, первый уровень Рынок Агробы Вот Аладдин Как и все порты от Супергейма Игра весьма качественная получилась Вот анимация Аладдина На А мы прыгаем На Б бьем мечом При этом можем смотреть вверх Вниз Также по низу Не, по низу мы бить мечом не можем, по-моему Да, не можем В оригинале еще на кнопку На третью кнопку Можно было кидать яблоки Но здесь сделали как Нажимаем Select И кидаем яблоки Вот, например На угле не встаем Они горячие Вот видите, этому Ноги больно от угля Количество жизни Аладдина Показано в нижнем левом углу экрана Здоровье также в виде дымка из лампы По мере нанесения урона Дымок заходит в лампу обратно То есть не дымок Это как бы джинн вылетает Вот что вы видите Когда Аладдин долго стоит Справа показано Количество собранных драгоценностей А также яблок Если в оригинале Драгоценности нужны были Для того, чтобы обменять их У торговца на жизнь Или продолжение То здесь просто собираемо все Так сказать, для коллекции Торговца здесь нет в этой игре Загрузите, здесь порт Классно получился Это не версия Это именно порт Порт 16-бит на Sega Mega Drive Genesis О, щет, видите, даже платформы падают Опять же торопиться, конечно, не надо Как говорил товарищ Сахов Так, подождите, что-то прыжок не получается Ну, это как всегда Есть синдром стрима А есть синдром летсплея Вот у меня сейчас он наступил Во, порядок Давай, держи А, блин Он меня порнул И только сейчас кинул Субтитры сделал DimaTorzok Он может и по руке мне резануть Получается Вот видите, когда я не шевелюсь Он мне не наносит урон А так я пытался кинуть яблоко И так он пропал мне по руке Джин Это Бонус уровень с Джина Где он исполняет ваши желания В хорошем смысле Штаны спали Точнее, шаровары Я помню этого толстого охранника Он в мультике тоже был Вот я только что взял лампу Аладдина Иконку Означает, что все враги погибают Ну, в пределах экрана А сердечко означает Пополнить дымок из лампы То есть пополнить здоровье Вот этот чекпоинт Ваза с лицом Это джин джинни Так Вот эти вот звуки Супергеми я вообще обожаю Их ни с чем не спутаешь На самом деле Звуковой движок взят из игры Twin V3 Если кто не знает Но у меня Этот игровой движок Ассоциируется Вернее, звуковой движок Ассоциируется Исключительно с супергейм С тайваньской Замечательной конторой Которая работала на совесть Отбиваем Факира ножи Очень трудно не получить урон От этих Горошков Которые выбрасывает женщина Так, взяли еще одно желание Джина До какого-то прикладка У него шарова распадут Чекпоинт А еще, ребята Очень приятно играть Эту игру Именно на оригинальном Фомиконе Потому что На Денди Зачастую Игра шла С ярко выраженным Озеленением В палитре На Фомиконе этого нет Так, джинни Еще одно желание взяли В конце мы просто Их будем загадывать Ну как Что-то в виде рулетки Будет бонус раунд И будем выбирать Желание Но так, чтобы не попасть На лицо Джафара Иначе Желание аннулируется Текущие-то останутся Которые вы уже заработали А вот Щадчик Желание обнулиться Попыток Тут в оригинале Можно было взять Помнится Иконку С изображением Абу И попасть в бонус раунд Где можно управлять Этим самым Абу А вот тут должен был быть Торговец Которого нет Опс-опс-опс-опс Накосячил маленько А, это я проводился Обратно Я понял Ну, бывает Что теперь Так что, ребята Садись поосторожнее Я вас предостерег Ну, все Приятная анимация Хорошая графика Отличная музыка По-моему Лучше супергеем Никто не делал 8-битные порты С 16-битных платформ Так, ну теперь правильно Все Вот и Абу Совершаем уровень И вот экран желаний Видите, все что угодно Только не попасться На лицо Джафара Алмазик Алмазик Все Итак Аладдина посадили в темницу Как схватили Но переодеты Джафар Пришел к нему И говорит Я могу у тебя сбежать И стать Неслыханно богатым Аладдин Если ты пойдешь со мной Пещера Пещера, говорит парень Пещера чудес С несметными сокровищами Которых хватит на всю жизнь О таких сокровищах ты даже не мечтал Короче говоря Тебе необходимо найти две половинки священного скоробей Именно скоробей Магический скоробей приведет в пещеру чудес Находится он в пустыне Первая половина скоробей находится в пустыне Ну что, погнали? Второй уровень В пустыне Мы на верблюде стояли Привет верблюд Как тебе тут сидится? Пальмочки Он отбивает мои яблоки Так, змея Пика Зеленый оазис в пустыне Красота Яблок порядочный Так что можно не экономить в принципе А вот эти вот Я правда не знаю что это такое на самом деле Но я в детстве думал что это Слоны, которых заперли вот в этой постройке И они пробиваются бивнями Так не падайте ни в коем случае Иначе не вылезете Так у меня здоровье не осталось аккуратно Тут кстати выпустили момент когда Вначале можно было найти ушки Микки Мауса Встать под них И за это давать дополнительную жизнь Как бы секрет Верси Аладдина же Диснеевская по сути Потому и Микки Маус как символ Диснея Здесь присутствует Ну не здесь, а в оригинале В 16-битном В спальню вы постепенно заскальзываете Так найти бы здоровье сейчас Чекпоинт хорошо, мы до него дожили так сказать Так, осторожно с тем мужиком внизу Все, порядок Так вот он может достать Только в упор не подходите Иначе он будет ударяться об стену Так вот, на таком расстоянии Подождите, куда надо, вверх или вниз запамятовал Вверх, так что сначала сходим вниз Возьмем здоровье Вот кстати и первая половинка с коробеем Так, сокровище Ну еще в оригинале так Хаооо, когда у него шара распадывали Так, а ягу тут есть? Нет, по-моему Ягу летает в оригинале здесь сейчас аккуратно самый худой охранник ой тут же никак по-моему без урона места не пройти так, ну что, половинка от меня улетела здесь в оригинале можно было подняться наверх и там был торговец в качестве ориентира еще был изображен Гуффи опс, укусило появляемся с чекпоинтом, конечно же, все честно так, вот я не помню, надо еще раз с кораблей брать наверное, да мы же его после чекпоинта взяли нет, не надо, смотрите-ка, можно в вас не ходить, ладно, хорошо ой, змея, вот она, всего один удар мечом и кирдык так вот, когда она переместилась, она же от меня улетела, я ее не взял так, подождите попробую отсюда достать это она не выйдет ладно, ничего страшного так, она снова от нас улетает я вспомню, в оригинале были туалеты мужской, женский и для джина слоны с под земли добятся ну вот и все, она моя алмаз алмаз это хорошо так, идем далее хорошо бит уличная крыса вторая половинка скоробея находится в агробе у лучшего вора речь, конечно же, идет о Газиме, который фигурировал в полнометражном мультфильме «Аладдин» крыши агробы агроба «Руфтопс» крыши, так крыши заметьте, здоровье в начале каждого уровня не восстанавливают так что осторожно так, здесь надо собирать флейты чтобы они активировали волшебные веревки а в веревки вас доставят куда нужно вот эти факир оп, а у него змейка высовывается оп, хочет укусить это вор какой-то так, флейта то есть, если вы не будете брать флейты, веревки появляться не будут вот теперь из второго вот это по идее в оригинале был секретный проход, но здесь у нас один из основных тут флейта я, кстати, не сказал, что вся музыка, которую вы слышите в этой игре это 8-битный вариант оригинального саундтрека из полнометражного мультфильма опять факир со змеей здоровья, хорошо черт, я все время не успеваю на него реагировать почему-то тут надо с мечом его встречать так, спускаемся по веревке как он себе руку не стер взяли лампу чтобы все враги уничтожились на экране так, чекпоинт, слава богу дожили до того момента вовремя, кстати, смотрите, я упал на голову охраннику и погиб здесь же появился, хорошо это идеально было тихо-тихо, они не провались веревка, хорошо смотрите, у нас уже 99 яблок и они не копятся представляете, куда он их в шаровары, что ли, складывает? 99 штук а здесь нужно вверх и прыжок нажимать, иначе не долетите кидай не получается ладно, сам все легкие, к слову, можно и мечом бить, и яблок кидать ух ты, докидывает я думал, не докинет вот, чекпоинт или, говоря по-русски, контрольная точка ой, успел а потому что просто крыша тут, по-моему, в оригинале яблок летал можно вот так вот его долбануть мне всегда жалко было, потому что это мой любимый персонаж ну, после джина, конечно давайте разберемся с факиром так ну что, пришла пора встретиться с Газимом, лучшим вором агробы и забрать у него вторую половинку священного скоробия вот он кидает ножи и катается мало кто помнит этого персонажа он появлялся только в начале оригинального мультфильма его там, получается, приводит Джафар интересно, смотри, меняется с кораблей спрайт как бы вот такой он должен быть он какой становится ну, не важно в общем джафар заставляет его зайти в пещеру чудес но, по легенде, в пещеру чудес может войти человек с добрым и чистым сердцем, так сказать а поскольку Газим злой был, его пещера поглотила поэтому джафар и стал искать Аладдина, чтобы в эту пещеру чудес зайти некая подобия бонус раунда набираем все яблочек здоровья потому что сейчас будет битва с боссом главой стражи глава стражи султана сразу рекомендую выучить следующую тактику во-первых, переключиться а, зачем переключиться, нажимать селик, чтоб кьет яблоки во-вторых, смотрите прыжок вроде бы проходит нормально но если вы попытаетесь ударить тут же приземляется, видите, резко поэтому строго прыгнули, отпустили, ударили отпускаем кружок, нажимаем удар и это делать надо очень быстро примерно вот так сейчас посмотрим может надо отбивать вот эти ножи, которые он кидает так, чтоб они летели в него вот так вот и перепрыгивать через бочки и перепрыгивать через бочки может после первого раза не получится попал отлично отлично хорошо угу еще пару ударов, я думаю и мне тоже вот так вот так вот так вот так никаких мне желаний перед последним уровнем да, сейчас бы последний уровень как бы это не поискорбому звучало реграйт это уже когда аладдин, получается, достал лампу и улетает из пещеры чудес а джинни нам подсказывает куда именно нужно лететь и как и в случае, знаете, с батлтодс здесь постепенно все ускоряется ускоряется в этом в этой локации вот наконец становится реально сложно видите вопрос значит камень полетит по центру главное уворачиваться от камней собирать корочки хлеба джина ну это уж так до кучи по сути это уже ничего не пригодится раз уровень последний подсказки тоже будут появляться исчезать, то есть быстрее и камни будут лететь так же быстрее а сзади видите на нас надвигается лава так же как в мультфильме было музыка здесь обалденная ой врезался в камень еще раз сразу хочу предупредить уровень закончится внезапно будет коротенькая заставочка в конце и на этом игра закончится жизни здесь к слову тоже можно подбирать так что если они у вас не будут кончаться то может бесконечно тренироваться и тренироваться пока без комментариев представляете я давно не видел экран continuous ладно но у это съест справа и вообще видел я к антикрана я не помню он 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 и он 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Made you look, говорит Джин... Ну а чем кончается игра? Вы узнаете, когда я пройду лицензионную версию 8-битного Аладдина. А такая у меня, ребята, уже тоже есть. 8-битный Аладдин на Нинтендо Энтертеймент Систем. Пока, надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Напишите, что думаете, комментируйте, ставьте лайки, ну, в общем, вы знаете. А с вами был Алексей и канал AlexMonko Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий и нажми на колокольчик.